Муравленко ТВ Штандарты, музейные копии оружия, история становления развития российского казачества. В эколого-краеведческом музее работает передвижная выставка «России. Вольные сюны». Лучшие самбисты округа собрались в Муравленко. Региональными соревнованиями ямальские борцы отметили Всероссийский день самбо. Ямал-регион, в котором четко прослеживаются пути сохранения межнационального и межконфессионального мира. Об этом сегодня было заявлено в Салехарде на конференции по вопросам профилактики экстремизма «Пути сохранения межнационального и межрелигиозного согласия в Ямал-Ненецком автономном округе». Основная задача конференции, как отметил исполняющий обязанности директора окружного департамента внутренней политики, это выработка национальной политики в режиме постоянных консультаций. Мы понимаем, конечно, что на сегодняшний день ситуация в межнациональной сфере непростая. И благодаря тому, что происходит в целом мире, и благодаря тому, что в силу того, что очень огромный миграционный поток, в том числе и в автономный округ, и вот здесь нужно учиться жить вместе. Мы понимаем, что на сегодняшний день особые меры, которые принимаются по регулированию миграционной ситуации, они будут работать только в том случае, если еще одновременно с этим будут работать механизмы адаптации мигрантов, механизмы их включения в тот социокультурный контекст, который у нас существует на территории и на территории Ямала Ниньского автономного округа, и на территории Российской Федерации. Добавлю, что за два года работы в регионе консультативного совета по вопросам этноконфессиональных отношений при правительстве Ямала на проекты популяризации различных культур выделено около 20 миллионов рублей. На последнем заседании совета принят меморандум о взаимодействии межнационального и межконфессионального мира и согласия. По информации Дмитрия Ягудаса, к нему присоединились уже 145 общественных организаций. В период с 15 мая по 15 октября в России проводился конкурс местного самоуправления «Открытый муниципалитет», организованный журналом «Практика муниципального управления» при поддержке ведущих российских объединений и ассоциаций. Итоги подвели в ноябре. В конкурсе приняло участие более 200 муниципальных образований страны. Поданы 402 заявки. Администрация города Муравленко признана победителем в номинации «Самая открытая администрация». По мнению организаторов, участие в конкурсе показало, что муниципальное образование проводит политику открытости в соответствии с требованиями законодательства. Ведь вопросы открытости власти сегодня стоят на повестке дня остро, как никогда. Принятие федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления, других нормативных документов показало, что высшая законодательная и исполнительная власть страны также заинтересована в диалоге с обществом. Однако, учитывая факты нарушений закона об информационной открытости, которые были выявлены в ряде муниципальных образований страны, необходимо привлечь особое внимание к вопросам открытости деятельности власти и необходимости исполнять законодательство. Наша съемочная группа попыталась узнать, каково мнение жителей Муравленко об открытости местных властей. Как вы считаете, наши власти открыты для горожан? Я думаю, что да. Например? Ну, можно же к ним на прием записаться, если нужно что-то, я так думаю. Мне пока не надо было, я не могу вам ничего сказать. Я думаю, да. Было бы желание, можно добиться, зайти к ним в гости. На прием. Можно прийти, записаться на прием, обратиться там в лесу, охрана милиции. Они вам скажут, сколько кабинет пройти. Вы пройдете, запишетесь. Он вам подскажет, по какому вопросу, куда записаться. То есть вы сталкивались уже с такой, с подобной ситуацией? Да, конечно. Обращались? Ну, пока нет, но по другим вопросам захотела и знаю, что доступно. Вас услышали? Меня услышали. Ну, неоднократно видел выступления и по ТВ, и, в принципе, часы приема есть. В общем-то, все вопросы открыты. Горожане могут обращаться с любыми проблемами и получать ответы и решения. С другим темом четырехлетнему муравленковцу Артему Амошко требуется помощь. Мальчик переживает поражение центральной нервной системы и болезнь тазобедренных суставов. Всем, кому не безразлична судьба Артема, просьба откликнуться и оказать посильную финансовую помощь. Причислить деньги можно в филиале ноябрьского отделения Сбербанка. Координаты вы сейчас видите на своих экранах. Найти эту информацию можно также на официальном сайте города по адресу муравленко.ком. У него есть большие перспективы. Сутарминское месторождение обслуживает первый цех добычи нефти и газа филиала Муравленкоскнефть. Это одно из самых старых месторождений. Но, несмотря на это, ЦДНГ-1 продолжает оставаться в лидерах по показателям добычи черного золота. О том, как сотрудникам цеха удается работать с успехом, выполняя поставленные задачи. Наш следующий сюжет. Сегодня Сутарминское месторождение филиала Муравленкоскнефть находится в четвертой стадии разработки. Общий эксплуатационный фонд 750 скважин. В действии находится около 500. Коллектив первого цеха добычи нефти и газа, обслуживающий месторождение, активно проводит работу по выведению скважин из бездействующего фонда. За год порядка 18-20 скважин мы вывели, как говорится, из длительного, очень длительного консервационного бездействующего фонда. За месяц ДНГ-1 добывает около 79 тысяч тонн нефти. Улучшить показатели добычи цеху удается не только за счет ввода скважин, но и за счет правильного проведения геолого-технических мероприятий и гидроразрыва пласта. По цеху за предыдущий месяц, за сентябрь, за октябрь месяц выполнено плюс 125 тонн. То есть перевыполнение графика на данный момент, на текущую дату, мы идем с перевыполнением 65 тонн этого показателя. То есть цех пока работает, и пока, думаю, надеюсь, будет работать на улучшение этих показателей. В коллективе цеха 140 человек. Ежегодно он пополняется молодыми специалистами. Пришедшие после вуза нефтяники сразу включаются в работу. Трудностей они не боятся. Изначально всегда были и будут трудности. Так это что-то новое. А все, что-то новое, это всегда трудно. Но эти трудности надо преодолевать. Только так и набираемся опыта. Набираться опыта приходится и более старшим товарищам. В первом цехе добычи нефти и газа активно внедряют инновационные технологии и проводят работы по энергосбережению. Здесь сейчас внедрили автоматизацию всякую. Просто интереснее стало работать. Намного интереснее. Раньше физически все выполняли мы. Там лом, лопата, так сказать, кувалда. То теперь мы уже более электронными способами все это на производстве работаем. И всю добычу контролируем именно в таком вот ключе. Сутарминское месторождение одно из старых. Но профессионалы говорят, нефти здесь еще много. А значит, есть перспективы. Главное выполнять поставленную задачу. Она неизменно и направлена на увеличение добычи углеводородного сырья. Светлана Крачева, Михаил Муштарев, телерадиокомпания Муравленко ТВ. В седьмом отряде Федеральной противопожарной службы подвели итоги профилактической операции «Жилье». Ежегодные мероприятия проводились сотрудниками отдела надзорной деятельности в течение всего октября. Основная их цель – обнаружение и устранение фактов нарушений правил противопожарной безопасности, особенно в жилых домах деревянного исполнения. В ходе проведения профоперации с жильцами, руководителями и сотрудниками городских управляющих компаний проводились беседы и инструктажи. И стоит отметить, проведенная работа дала свои результаты. В ходе рейдов было выявлено множество нарушений правил эксплуатации жилищного фонда города как со стороны должностных лиц, так и собственниками жилья. Основные замечания – захламление пожарных выходов и бытовых помещений, курение в неприспособленных для этого местах и неисправности в работе электроприборов и систем противопожарной сигнализации. По фактам выявленных нарушений в прокуратуру города Муравленко было направлено две информации о нарушении пожарной безопасности в отношении управляющих организаций. А именно, в ООО ЖЭК-2 в 11 домах нарушаются требования пожарной безопасности, в городское хозяйство 1 – 2 дома, в городское хозяйство 3 – 1 дом, в городское хозяйство 4 – 4 дома, в городское хозяйство 6 – 12 дома. Управляющим компаниям предписано нарушение устранить самые короткие сроки. В случае невыполнения на должностных и юридических лиц будут наложены крупные штрафы. Иколко-краевический музей Муравленко вновь приглашает в выставочные залы. Передвижный экспозиционный проект «Россия. Вольные сыны», открывшийся в ноябре, созданный совместными усилиями Музейного ресурсного центра и городского казачьего общества «Ноябрьска». Он широко освещает историю становления и развития российского казачества. На протяжении нескольких веков казаков считали элитными войсками, которые были жемчужиной в блистательной короне Российской империи. Экспозиция разделена на 11 блоков. В каждом из них представлена информация о казачьих войсках нашей страны – одежда, штандарты, музейные копии оружия. Цель этой выставки – чтобы люди не забывали свои корни, то есть знали, откуда пришли, как, и показать, какая форма, какая одежда, какое оружие имеют, носят, с чем работают казаки. То есть возрождение быта и казачества. Передвижная выставка России «Вольные сыны» пробудет в нашем городе до 20 ноября. Новости спорта. 16 ноября официально отмечают Всероссийский день самбо. По случаю праздника более чем в 100 городах России проходит соревнование среди борцов. Организаторами состязаний такого масштаба выступило руководство Всероссийской Федерации самбо и Министерства спорта России. Накануне в Муравленко лучшие борцы Ямало-Ненецкого округа померились силами. Подробности у Анастасии Поповой. Самбо активно развивается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и в частности в Муравленко. В пятый раз в нашем городе проводят соревнования в рамках Всероссийского дня самбо. Здесь выступают лучшие борцы округа. Кто-то борется для того, чтобы посмотреть, кто как занимается, у кого какие результаты. В 2013 году самбо отметит 75 лет со дня его официального признания как вид спорта. Дело в том, что это еще один из этапов подготовки наших ребят, именно вот этого возраста, почему мы его взяли, к Спартакеаде школьников России, который будет на следующий год. Первый этап точно так же, вот это, сейчас мы смотрим отборочный, даже не отборочный, присматриваемся к ребятам, кто что следующий. В марте у нас будет отборочное соревнование. Также у нас в городе Муравленко проходить первый этап. Второй этап, вот это первый этап, второй этап будет в марте месяце. Потом третий этап, это будет проходить в городе Кургане, это Уральский федеральный округ. И четвертый этап, скорее всего, будет в Москве, где будет финал Спартакеады школьников. Юный самбист Никита Носов мечтает попасть на эти соревнования. Говорит, что у него все еще впереди. А ведь желание заниматься борьбой появилось всего несколько лет назад. Чтобы стать мужчиной, как папа говорит, чтобы защищать себя, чтобы защищать слабого. Трудно было выступать, тут много участников, которые тоже занимаются много лет, с которыми тоже трудно бороться. Помериться силой на ковре в Муравленко заявились ноябряне и борцы Пуровска. В прошлом году участников было немного больше, приезжали и новоуренгойские спортсмены. В 2012-м в каждой из девяти весовых категорий определили призеров. В командном зачете кубок победителей завоевали спортсмены Муравленко. На втором – команда Пуровска. На третьем – сборная Ноябрьска. Всем участникам вручена наградная продукция от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Анастасия Попова, Владислав Дроботов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». И это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании «Муравленко-ТВ». Напоминаю, видео-версии информационных выпусков доступны на официальном сайте города «Муравленко.ком». А далее в эфире смотрите программу «Встреча в студии» с участием епископа Салихардского и новоуренгойского Николая. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь и всего вам доброго. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Лэнд Крузер ПРАДО Превосходство очевидно. Тойота. Управляй мечтой.